Вопрос о ботзове лицензии и банкротство главного регионального банка республики поднимался не раз. Напомню, в апреле этого года в городе началась паника. Центробанк отключил кредитные учреждения от электронной платежной системы. Офисы организации оказались закрыты, а люди пытались снять со счетов свои сбережения. Тогда версий было несколько. Рейдерский захват и так называемый технический сбой. Их озвучил в эфире нашего канала пресс-секретарь банка. Я бы сказал, две причины. Это макроэкономика, макроэкономические причины, но тот самый экономический. Но они не первый день у нас. Я понимаю, да, но кризис не приходит всем на момент, но в один день. Но все-таки, да. Это макроэкономические причины и это управленческие решения. То есть версия технического сбоя присутствует. Однако, что это за сбой до сих пор неизвестно. Тем временем интенсивный вывод средств продолжался. Кроме того, после отключения банка от системы стали невозможным. Банковские платежи. Был введен лимит на снятие наличных, а уровень доверия компаний падал с каждой минутой. Сейчас вот здесь мы находимся, представители малого бизнеса, республики. Мы работаем 8 лет и работаем все 8 лет в Байкалбанке, кстати. Вот с Байкалбанком у нас здесь открыто три счета. И если честно, говорю, что уровень доверия очень высокий был. В начале августа в суд обратился Центральный банк России в лице Национального банка Бурятии с заявлением о признании несостоятельным банкротом Байкалбанка. В итоге суд выявил признаки преднамеренного банкротства. Похищенное кредитное досье выявлено недосдача движимого имущества. С отзывом лицензии назначена временная администрация, но пока никаких комментариев нам не предоставили. У нас Кузнецов Евгений Юрьевич сейчас не в ВЛАНУДЭ, поэтому вам лучше перезвонить в конце ноября. Между тем, по словам экспертов, большой ошибкой стала позиция руководства республики, которая фактически оставила всю финансовую систему один на один с рынком. До определенного момента, когда развивается кризис компаний, там за спасение кто-то борется, кто-то, может быть, не борется и так далее. Но после того, как момент X наступил, даже те лица, которые сражались за сохранение банка, они просто понимают, что смысла дальше бороться уже нет. И просто все уже участники этой ситуации начинают просто разрывать оставшиеся активы. Задача заключалась в том, чтобы не довести до этой точки, не довести до этого момента X, заблокировать всячески доведение банка до банкротства. Но когда это уже пошло, там уже, как говорится, дальше уже ловить, что называется, уже нечего. Следующим шагом станет уголовное преследование бывшего и нынешнего руководства. Что такое банк? Банк – это литровая банка, набитая чужими деньгами. Чужими деньгами. Все деньги в банке, за исключением его чистой прибыли, это деньги клиентуры банка. И когда их выводят куда-то, это что называется? Простым словом – воровство. А должны отдать-то клиентам эти деньги. И мы, видимо, еще не один месяц, а может быть даже не один год, будем еще писать и вспоминать, и комментарии по этому банку давать. Дело наверняка будет возбуждено и наверняка будет развиваться. Ну, потому что капитал банка исчез, его вывели. Укладчиков ситуация очень сложная, активы были выведены. Соответственно, то, что будет сейчас продаваться антикризисными внешним управляющими и так далее, это будут какие-то копейки, которые придут, обязательства на миллиарды рублей. Соответственно, там разрыв будет просто бешеный, с тремя, с четырьмя нулями, я думаю. И, соответственно, что-то там получить будет крайне сложно. Напомню, общая сумма вкладов населения и средств индивидуальных предпринимателей в Байкалбанке на 1 августа составила 7 миллиардов 300 миллионов рублей. Агентство по сохранению вкладов должно выплатить из них около 6,5 миллиарда рублей. Компенсации представляют банки-агенты. В Уряде это Сбербанк, в Крыму – РНК Банк. Наталья Китаева, Юрий Шабаганов, Первая альтернативная.